возвращаемся в тирану здесь рабочие моменты и мы видим что есть кому помочь молдавские атлеты мы бору и дудагло олег сергей как всегда главный вдохновитель между прочим его золото еще раз напомню уже второе на чемпионате европы и наверное глядя на своего товарища который начал накануне побеждать может быть в молдавской команде и приободрились по крайней мере это очень хороший всегда стимул когда начинает твоя сборная с победы и понимая дудагло конечно понимал что ну за большой золото даже теоретически он не борется тем не менее и он и бур здесь готовы выложиться полностью потому что ну так наверное мужчины устроили пример своего товарища он заставляет быть смелее и решительнее ченч никакой не крови тору вот сейчас как раз на табло надпись ченч смена была вначале написано туда гло затем крои тору затем снова дудагло кто в итоге выйдет будет решаться от заявленного веса на 145 просто крои тору заявился столько же геннадий дудагло на крои тору видимо перенес и таким образом не участвовал в этих тактических маневрах геннадий дудагло выходит к весу интересная страна албания не знаю говорила во время первого репортажа о женщинах когда женщинах рассказывал или нет но здесь в тиране только 7000 бункеров посмотрим как дудагло стартует очень решительно и с запасом но сейчас все правильно только вытолкнуть да немного сыграл локоток левый так все нормально итак поздравляем с нормальным стартом геннадия игорь бур пока даже близко не виден даже за горизонтом он решил начать со 160 килограммов он уступает 3 килограмма валентину христову и христов со 165 во втором упражнении опор будет толкать 160 поэтому дудагло крои тору и фердин азив который на 148 пошел вот сейчас главные участники всего этого что такое бункеры ну известно что руководитель албании минвер хаджа вот который еще при сталине последователь сталина затем рассорившийся с никитой хрущевым настроил бункера в своей стране албания готовилась в том числе и к атомной войне готовилась к агрессии когда начались сложные времена и экономический кризис и масса политических перипетий которые сотрясали албанию как и всю восточную европу не скажу пост социалистическую хотя албания называли коммунистическим государством она скорее было закрытым и даже с кндр нельзя было сравнить это было мега закрытое государство но перемены пришли туда и вот эти бункеры очень пригодились людям которым просто негде было жить а так было решено судьба проживания ну а мы пока наблюдаем за називом перди назив долго как так мог и выскочить локоть мне показалось что до такой степени покраснели даже до раскаленного мышцы и узлы на теле ну естественно локоть смотрите сейчас нет когда если будет повтор не сбоку а спереди было видно каким чудовищным напряжением дается фиксация веса во второй вазе упражнение но все же получилось и хватился за спину атлет может в этот раз и обойдется защемление по крайней мере быть не должно но другой стороны именно защемление вызывает болезненные ощущения штанга растет тяжелее она меняется и у нас приближается уже 150 килограммов первым на этот вес выходит все тот же геннадий дудагло у которого 145 и получилось и если он сейчас сможет ее толкнуть то его сумма составит 275 килограммов у геннадия дудагло за всю его карьеру только один раз было больше париже на чемпионате мира 11 года когда он занял довольно низкое 15 место но все же показал хороший результат для себя 277 килограммов в казани у него было 250 но там был вес 156 килограммов нет не смог геннадий дудагло с ней справиться поэтому остается на уровне 270 даже ногу подвернул оступившись назад осталась последняя попытка у представителя молдавии под номером два ясно что наверное скорее за общие заслуги семейства дудагло ну и кроме того за несгибаемый характер за то что на геннадия можно положиться знать что какие-то зачетные очки он все равно получит ну а может просто как поддержку у Игоря Боуру у которого еще раз напомню был огромный перерыв в выступлениях заявили здесь второго атлета молдавани но большого успеха у него не будет я ни разу не рассказывал о том как завершились соревнования в группе B сейчас скажу по 260 килограммов в сумме продемонстрировали грек Артура Сокретидис и испанец Иван Гарсия у Артура Сокретидиса 110 плюс 150 у Ивана Гарсия 115 плюс 145 но золото малое золото воображаемое естественно просто победа в дивизионе группе B досталось Греции поскольку Артура Сокретидис очень легкий слегка тяжелее 61 килограмма ну 260 как вы понимаете это совсем не показатель для группы B в этот раз в отличие от прошлого чемпионата Европы где возникали вопросы в Анталии в этот раз по крайней мере к чему нет претензий в Албании так это к этому все очень правильно пока атлеты группы B оказывается там по справедливости и те кого выбрали в сильнейшую подгруппу подтверждает свой класс Геннадий Дудогло ну ясно что чего уж тут добавлять то дай бог с этими 150 полутора центнерами справиться и поэтому единственное что ему в помощь это две минуты которые положены по регламенту спину держи спину держи кричат ему спину держи в этот раз да все в порядке ходила штанга в руках но так микроскопически в общем все таки 275 пока кстати лидер Геннадий Дудогло и поэтому все наши предположения все то что я так опрометчиво высказал что вот не участвует ни в чем это догадки бывают в самой разной ситуации на помосте и предсказать что будет дальше не знаю единственное что можно предсказать это то что сейчас кроитору появится надеюсь наконец то опять же игра с весами мне недоступна висит обыгрывающий веса онлайн ну да кроитору поэтому остается догадываться только будут ли там переносы изначально кроитору шел на 145 ну вот так мы до 150 добрались крики да флорин да флорин ну это совсем не дело не будет защита мне кажется хотя смотрите силушка то есть в конце концов правила отношения с судей места это важно но для атлета еще важно справился он с весом или нет флорин и анут в итоге все таки справился кстати два арбитра его пожалели и вес 186 килограммов у него было 135 напомню после первого и сейчас вот 100 еще полтора центнера в итоге 286 это абсолютное лидерство на 11 килограммов больше чем у геннадия тудагло здесь борьбы и быть просто не может потому что геннадий уступил флорину 10 килограммов в первом подходе а что же валентин христов 165 он зарядил для первого выхода на помост шанс игорь буру на медаль даст только то что ну вдруг это случится с христовом если тот вдруг начальник не сможет вытолкнуть эту штангу нам назив показывает второго болгарского атлета не забывайте еще стоян генев генев ждет 155 как и зульфугар сулейманов а фердин азив видимо сейчас появится на помосте он не торопится две минуты у него есть некоторые члены жюри мы это видим вот присаживаются рядышком рядышком с первым кто-то даже на первый ряд заходит зрителям поэтому кажется их кажется больше к сожалению их совсем немного ну в Албании народу там много всего три с половиной миллиона населения так что и страна вообще малюсенькая более того семьдесят процентов территории горное плато очень хорошо поднялся на азив но вес видно для него предельный если сейчас ну что-то тянет потеряно время и снова держится за спину генев очевидно выступает с повреждением 151 килограмм ему не покорился да болгары здесь выступают отдельной командой но один из болгар конечно украсил бы и национальную сборную Валентин Христов как известно согласно договору подписанному достаточно давно еще 30 ноября 11-го года вместе с Баянкой Костовой за 400 тысяч евро ну такова сумма договора стала членом сборной Азербайджана ну а мы пока смотрим на тех кто представляет только свое отечество в частности Флорин и Анут все это конец заканчивает свои выступления и мы сочувствуем румынскому атлету я думаю что он не сможет продолжить потому что прихрамывает хотя чтобы не забаранить может еще попытается посмотрим если перезаявиться немного в общем наверное стоило кроеттуру начинать со 145 именно столько он до начала писал предполагаемую предварительную заявку на второе упражнение собственный вес кроеттуру уступает только стойно Йеневу и Фердин Азиху ну что ж два инвалида у нас здесь борются которые прихрамывая придерживая спину все-таки продолжает неравный бой со штангой 151 кг только в первой попытке Назив с этим весом справился молодчина сколько смог сделал но у него кстати хотя бы баранки в отличии от кроеттуру 148 и 274 в сумме Геннадий Тудагло наверное есть смысл здесь потолкаться немножечко с Фердин Азифом и опередить его по крайней мере именно сейчас он поднялся и возможно с места и возможно поднимется на помост если только кроеттуру перезаявил посмотрим чем ответит румын нет появляется Геннадий достоин это первый выход к штанге во втором упражнении Туэн Геннадий напомню 125 не смог порвать остановился на 123 и был седьмым в первом упражнении здесь сразу так вот спокойненько заказал 155 очень невысокого русского спортсмен как мы видим богатырь настоящий мало кто из мужчин чей вес чушь там будем называть вещи своими именами в два раза больше с огромным не всегда пивным животом ну просто здоровые мужчины с лишним весом мало кто из них представляет насколько тяжела санга которую стоим геннадий чей собственный вес в два раза меньше чем у них сейчас смог вытолкнуть немного грязновато левой рукой здесь полусогнутый локоть но дожима не было засчитали так Крайтору тоже пошел на 155 а что ему еще остается забаранит возможно румынский атлет и таким образом страна у которой единственный представитель единственная страна с единственным представителем в этой весовой категории за отчетных очков не получит посмотрим это дает воьет крике из зала заглушают все аплодисменты но они сейчас стихли аплодисменты прорвались а флори И он таким чудесным образом своим 135, которые он смог порвать в третьем подходе, добавил 155 во втором. И его итоговый результат 298 килограммов мы записываем, отлично понимая, что 274 Фердин Азифа далеко позади. И уже как минимум шестое место у Крайтору. До чего там, понятно, что и Дудаглу он опередит, скорее всего. И вообще, может быть, даже остановится недалеко от Кипестала. Но посмотрим, что в итоге будет. Это уже Зульфугар Сулейманов готовится к выступлению. Сборная Азербайджана сотрясает самые разные неприятные вещи. Например, перед Олимпийскими играми вот так случилось, что обделили штангистов олимпийскими стипендиями. Кабинет министра Азербайджана перед играми в Пекине принял решение поддерживать и примировать специальными стипендиями всех своих атлетов. Но в отличие от других видов спорта, в тяжелой атлетике олимпийские лицензии, как известно, выдаются не отдельным спортсменам и даже не весовым категориям, а суммарно команде. И вот так получилось, что только 5 олимпийских лицензий, 5 спортсменов. А те атлеты, еще 4 человека, которые приносили зачетные очки на чемпионате мира в Таиланде, этих денег как бы не получали. Тогда азербайджанская команда и Зульфугар Сулейманов, естественно, входил в ее число, в число, кстати, 5 олимпийских лицензиантов. Приняла решение все деньги разделить с учетом и четверки, помогавших им завоевать эти лицензии, зачетные очки. В частности, Асифу Мамедову, Гамику Джамилову, Интигаму Закхидову, Лебею Самедову. Так что это пример хорошей атмосферы в сборной Азербайджана, товарищеских отношений. Деньги небольшие, но главное это, конечно, принцип, главное чувство лодки. С этим в сборной Азербайджана все в порядке. И, наверное, поэтому, если кто и мешает, в частности, Зульфугару Сулейманову, то это он сам, он это понимает. Времени у него в обрез, но пошел отсчет двух минут, но, правда, только 25 секунд позади. И вот сейчас на вторую попытку к весу 160 килограммов выйдет Зульфугар. Его сумма сравняется с тем, что в итоге показал Флорин Крайтору. Зульфугар, конечно, планировал обойти его, поскольку он легче. Румына уже после первого подхода едет справа. Но в итоге не судьба. Я уверен, что получится со второго захода, но не будем говорить спортсменам. Что делать? Подождем. Кстати, Зульфугар Сулейманов в свое время, когда классно выступил в 2009 году на чемпионате Европы до 62 килограмм, помог удержаться на своем месте главному тренеру сборной Азербайджана, очень хорошему специалисту Вахиду Назарову, которого в итоге все-таки чуть позже сменит Янка Русев, а затем Злата Ванев. Но тогда качалось кресло под Вахидом Назаровым, но очень кстати стала медаль Зульфугара Сулейманова. Она, кстати, стала большой неожиданностью тогда. Сулейманов до этого никак не мог войти в призеры, хотя участвовал неоднократно. Молодец! Молодец! Ну и спасибо, что... Мой прогноз сбылся. Впрочем, было очевидно, что Зульфугар все-таки 290, а эти в сумме установят. Видно, что гора с плеч свалилась, он даже выдохнул. Психологическое напряжение ведь тоже. Тренер за спортсмена не снимет. Я не знаю, как можно влезть в голову другому человеку и что-то там перекрутить, переделать. Ты сам на все настраиваешься. Да. Ну что ж. 274 килограмма в итоге у Ферди. 275 у Дудагло. 290 у Крайтору. Ну и Румыну уже не удастся подвинуть Зульфугара Сулейманова. Сулейманов обозначил себя как один из соперников Боура и Йенева в борьбе за медали. Причем, я думаю, более успешного, особенно на фоне Йенева. Хотя, кто знает, Йенев, еще раз напомню, мастер именно толчка. А вот сейчас не получается. Первая попытка, результативная на 155 килограммов, удачно. А вот 161 не пошло. И пока у Йенева 100. 278, простите, 200, естественно. 278. Это, ну, понятно, что никаких шансов в большой борьбе, но попытка выиграть медаль во втором упражнении тоже дорогого стоит. Впрочем, это много. 161 килограмм. И, опять же, Кройтору не добавит. Дудагло, конечно, тоже не добавит. Игорь Боур должен начать со 160. Валентин Христов со 165. Ну и... Не забывайте еще про неправильные таблицы. Неправильные, особенно что касается Тудаглоу, того 275. Немножечко отстает от требуемого уровня еще и информационное сопровождение. Стоян Йенев никого не пропускает. Идет на шестикратное увеличение. Но сумма будет всего лишь 284 килограмма. Ну, или будет, или останется 278, возможно. Стоян Йенев на чемпионате Европы в Анталии в этом же весе шел на 167 в третьем подходе. Вообще, вспоминая все эти чемпионаты Европы, вот, например, кажется, совсем недавно, два года назад, в Казани проходило. Ну, вот я вообще никого не могу вспомнить из тех, кто сейчас на Помосте. Так случилось, что тогда в категории до 62 килограммов соревновались почти сплошь рывкачи. И победил турок Буньемичезер. Ну, а вторым стал... Виктор Антонио Мгучи. Ну, а... В рывке, кстати, победил Марио с диском. Третье место в общем зачете занял Руси Татак. Еще один турок. Никого сейчас нет. Дмитрий Сминасидис тоже, по-моему, тогда соревновался. Вот. Он толкал штангу в сет. Ну, никого просто нет из тех, кто был тогда. Ничего, мы дождемся. И повторов, и самое главное, дождемся россиян. Весят до 69 килограммов. Еще раз напомню. Динамовец Олег Чен будет представлять Россию. Ну, а у нас небольшая пауза, которую я запомнил, наверное, рассказом о Албании. Кто меня все на Болгарии тянет? Наверное, потому что и в Албании, и в Болгарии одинаково люди отвечают «да» и «ю». Добраться в Албанию проще всего через Черногорию. Очень простое там уже оформление. Правда, я не думаю, что очень многие люди хотят туда поехать. И уезжают из Албании многие. Албания – это страна гастарбайтеров. Почти каждый третий выезжает за границу за лучшие жизни. Ну, у нас столица Албании. Тирана принимает эти соревнования. Кстати, столицей Тирана стала относительно недавно, в 1920 году. Собственно, поэтому старинных зданий здесь практически нет. А в принципе Албания очень красивая, соединяющая удивительные образцы архитектуры, захватывающие дух. Здесь и мечети, и греческие православные церкви, и даже дворцы культуры в стиле сталинского ампира. Ну, а мы возвращаемся на помост. Жёстко, но пока. Кайф, 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 кайф. Хорошая попытка. И в сумме, вот, право слово, какая там сумма. Да, 299, Игорь Боур. Начинает очень хорошо. Вот первый претендент на то, чтобы за 200 зайти. Кстати, ещё раз, за 300 зайти. Мировой рекорд далеко-далеко за 300. Кинг-гуфу, он принадлежит, установлен в Лондоне. Спортсмен из Корейской Народной Демократической Республики смог в сумме показать 327 килограммов. И, естественно, выиграл большую золотую награду. Сборная России в Лондоне, напомню, завоевала 6 медалей, что, в общем-то, чисто количественно, ничуть не хуже, чем было до этого. Но, к большому сожалению, у нас нет золотых. Зато по серебрянным мы план точно перевыполнили. Взял Давид Риггер на себя ответственность, как и Солтан Каракотов за то, что происходило. Может быть, это и правильно, это отвечает главный тренер. Но массу нюансов, как, например, история с Акаевым и Клоковым, предусмотреть нельзя. Опять же, не стоит забывать, что не только мы одни хотим выиграть. Ну, принято решение, что Риггерт уже не возглавляет сборную. Ну, Риггер-то были периоды, когда он уходил и возвращался, кто знает, как пел Высоцкий. Такова вся спортивная жизнь. Лишь в мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Христову это еще предстоит уяснить, какие его годы. Юниор, фактически. Хотя всех сделает здесь. Сейчас убедимся в этом, да или нет. Тяжело, тяжело, почти, присев на колено. Мне показалось, да, что может правым коленом сейчас просто опуститься на помост. Тем не менее, обладающий колоссальным резервом физическим. Очень талантливый спортсмен. Валентин Христов, наверное, снимает все вопросы о победителе. Консации не случилось. Ну, а мы любуемся еще раз. Как тяжеловато выглядел подрыв. И вот уже здесь небольшое приседание. И толчок с двойным, даже тройным представлением правой ноги. Вес засчитан. Валентин Христов выходит на первое место. Далеко, опережая всех. Игорь Боур понимает, что 304 килограмма это классно. Но это всего лишь второе место будет на данный момент. 304 будет у него. У Христова 307 килограммов. 137. В первой попытке 140, как мы помним, ему в первом упражнении порвать не удалось. И 170 только что. Поднимет не второй человек 170. Молодец, Игорь Боур. Ну, в общем-то, понятно, что борьба за золото. Все-таки она ведется, безусловно. Три килограмма Игорь Боур проигрывает. Между прочим, он легче. Христова на 20 граммов. Поэтому понятно, что ему надо идти на 173. В последнем подходе и во втором упражнении в итоге 173. И таким образом будет понятно, что все в руках Валентина Христова, у которого еще две попытки. Шансы Игоря Боура чисто теоретические, но они все-таки есть. Да, еще же есть и Зульфугар Сулейманов, который 170 заявлял. Но в третьей попытке, поэтому Игорь Боур, у которого седьмой номер у Сулейманова второй, все-таки раньше вышел, чем Зульфугар. У Зульфугара, напомню, первый результат после конца дисквалификации, когда он, по его собственным словам, продолжал тренироваться, выступать на местных турнирах. Игорь Боур, на Кубке Федерации после сгонки веса показал 325 на тренировках. В сумме ему удавалось, ну, опять же, даже не верю, что это правильная информация. Ну, не лично же мне Зульфугар об этом говорил, но, как сообщал сайт спорт1news.ase, 335 килограммов мировой рекорд покорялся Сулейманову на тренировках. Так или иначе, он пребывает в хорошем настроении и, добавив, ого, добавив 10 килограммов, даже больше, пропускает перёзд Христова. Христову сейчас срочно надо разобраться с Игорем Боуровым. Во крайней мере, чтобы не было никаких соблазнов конкурентов. Сулейманов, напомню, в отличие от Боура, которому он уступил 4 килограмма за большую, это золотую точно не борется, но борется за медали во втором упражнении. Валентин идёт на 312. Вот это уже отличный результат, которого у Валентина Христова не было. В Лондоне, ну, не забывайте, вес-то он сменил, да. В Лондоне было 286 в весе до 56 килограммов. На чемпионате мира в Париже в этом же весе 276. Христов пишет свою историю на Бело. Будет ли у него сейчас 175 килограммов, мы посмотрим во втором подходе. Кстати, худо-бедно заработал даже сайт. Даже обновляется сам, который отвечает за онлайн. Всё меняется, и даже в Албании. И обязательно зрители подтянутся. А организация проживания спортсменов, организация тренировок, совершенно нормальный уровень. Штанг ловить надо, поймали. Ну, в общем, звёзд с неба не хватает организатора, но вот то, что сайт сейчас заработал, может остановится даже наверняка, это уже хороший признак. Солнышко восходит. Образно выражаясь, естественно, ночь сейчас на дворе. Над этим турниром, и с третьего дня начнётся настоящий чемпионат Европы. И для нас тоже, поскольку уже постоянно будут россиянки. И у мужчин, и у женщин. И только в последний день мы не увидим Татьяну Каширину, которая, всё раз напомню, практически в одно и то же время со Светланой Царукаевой решилась на операцию. Куда деваться? Царукаева, кстати, заявила, что постарается восстановиться к универсиаде в Казани, которая состоится в июле 2013 года. Ну а травма Мениска, с которой она, между прочим, выступала в Лондоне и завоевала силу бров в категории до 63 килограммов. Операция на колени откладывалась, откладывалась. Света долго не решалась на всё это. И только в середине января наконец-то перенесла операцию. Сейчас проходит реабилитацию. И понятно, что к апрельскому чемпионату Европы она не могла успеть. Ну, ждём Светлану в июле в Казани на универсиаде. Благо, девочка, она молодая, спецентка. Это и её состязание. Айда Боур! Какой молодец! Если бы на секунду остановить кадр, может быть, кто-то из фотографов поймал, когда Боур, закинув голову, словно посмотрел на штангу, которую ему не удалось всё же вытолкнуть. Был бы классный кадр. Да, Игорь Боур молодец. 165 в первой попытке. Потом 170, не дожидаясь добрых 40 секунд до истечения времени. Так вот смело пошёл на снаряд. Но, видимо, сегодня Христову никто точно не помешает. Нам показывает человека, который принесёт первую золотую награду Азербайджану. Так получается, что за два дня у нас самые разные страны. Брали медали. Дженни Пальяро для Италии. Затем Олег Сергеев. Второй раз стал чемпионом Европы. После 2011 года, теперь в 2013. Это Молдавия. Ну и сегодня Молдавия дала бой Азербайджану, который усилиями болгарского тяжелоатлета, но всё-таки для себя, получит своё первое золото. Ещё одно у Юлии Паратовой, которая выиграла весовой культуре до 53 килограммов у женщин. Ирана 2013. Что это? Это город, столица Албании. Столица нашего турнира. Город, который сильно меняется. Очень сильно. Появились инвесторы, в частности, миллиардеры из Кувейта. Отстроил целый микрорайон в Тиране под названием город Сад. Здесь дома раскрашены в разные цвета. И, кстати, цены солидные. Вот 300 тысяч долларов за квартиру в новостройке. Между прочим, на окраине Тираны. Сами понимаете, это очень дорого. Но это Европа. Валентин Христов, таким образом, обыграв своих соперников без появления, не выйдя на третью попытку, стал чемпионом Европы, с чем мы его и поздравляем. В то же время выражу сожаление, что у нас все закончилось досрочно из-за Валентина. Его сумма 312 килограммов. Три золотые награды. Одна большая, две малые. Никто пока с ним тягаться не может. Игорь Боур из Молдавии второй. Зульфугар Сулейманов из Азербайджана на третьем месте. Ну а что же нас ждет дальше? Да. Мужчины с упорством, достойным лучшего применения, нас приглашают на вот эту вот трансляцию. А она все-таки состоится в 22 часа. Мужчины 69 килограммов, а до этого будут женщины.